МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Маленький юбилей маленького отделения эндоскопической службе ЦГБ 10 лет. Зимние фантазии. В детском саду Ромашка появилось царство и снега. И двойная радость. В городском отделе ЗАГС впервые в этом году торжественно регистрировали двойняшек. В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов начались консультации по вопросу создания социальной семьи. Напомню, закон об этом вступил в силу 1 января этого года, но механизм его применения пока только разрабатывается. Создать социальную семью могут пожилой человек, который нуждается в уходе, и его помощник, который за свои услуги ежемесячно будет получать 6 тысяч рублей. Кроме того, в законе прописаны случаи, когда создание социальной семьи невозможно. Не может быть социальная семья создана между близкими и родственниками, которые установлены в соответствии с федеральным законодательством. Это если социальный помощник состоит в штате учреждения социального обслуживания, и если гражданин, который нуждается в уходе, либо социальный помощник по каким-то показаниям медицинского характера, не могут быть установлены в виде социального помощника или лица. Социальная семья – это дополнительная окружная мера поддержки людей пожилого возраста и инвалидов. Подробную информацию об этом можно узнать по телефону 35 12 98. К слову, с 1 января этого года на Ямале принят еще один закон о выплате денежного вознаграждения в размере 5700 рублей опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Его реализация возложена на отдел здравоохранения городской администрации. И здесь, в отличие от социальной семьи, родственные связи не мешают стать опекуном недееспособного человека. В отличие от закона о социальной семье, здесь не будет устанавливаться родственная связь. То есть опекун, который утвержден муниципальным правовым актом, опекуном недееспособным, он будет получать такую выплату. Но здесь будет органами опеки заключаться дополнительный договор о возмездном оказании таких социальных услуг. Эндоскопическому отделению Центральной городской больницы исполнилось 10 лет. Эта служба одна из самых маленьких в ЦГБ, но от этого она не менее важная. О работе отделения в нашем следующем материале выпуска. Процедура неприятная, но это не больно, она не болезненная, это процедура и недолгая по времени. Максимум полторы минуты занимает. Это новая эндоскопическая стойка, многомиллионная по стоимости и ультрасовременная по своим возможностям. Ноябрьские врачи-эндоскописты ждали ее давно, ведь с помощью такой аппаратуры их возможности, но если не стали безграничными, то весьма расширились. Врач на экране видит все, что камера снимает внутри пациента. Если надо увеличить какое-то место, или осветить, или приблизить, пожалуйста. Мимо такого осмотра болезнь не проскочит даже на самой ранней стадии. И это особенно важно, говорят врачи, для онкобольных пациентов. Это новая видеостойка, которая позволяет визуально на экране в большом разрешении осмотреть верхнее отдело, в данном случае верхнее отдело желудочно-кишечного тракта, пищевод. Вот сейчас мы проходим пищевод, глоточек делаем. Современная медицина стремится глубже заглянуть в организм человека. И, естественно, ее развитие невозможно без развития эндоскопии. Мы занимаемся, прежде всего, диагностикой состояния пищеварительной системы верхних и нижних отделов и системы дыхания. Кроме диагностики, выполняем достаточно большое количество лечебных манипуляций. За год специалисты эндоскопического отделения проводят около 74 тысяч исследований верхних и нижних отделов пищеварительной системы, дыхательных путей, кишечника и так далее. В общем, с улыбкой говорит заведующий отделением Василий Добряков, все язвы и гастриты – это наша работа. И, конечно, они не только ставят диагнозы, но и лечат, и оперируют. Вообще, эндоскопия – часть хирургической службы, поэтому все врачи-эндоскописты имеют хирургическую специализацию. А новое оборудование, к слову, позволяет без разрезов удалять опухоли в желудке или, к примеру, извлекать инородные тела из пищевода. Ну, здесь мы видим небольшая гиперемия есть, воспаление желудка. Дальше через приворотник вот так поворачиваемся, смотрим, постбудуарный отдел, залуковичный отдел. Ну, и тут смотрим, что тоже небольшая гиперемия есть, но дефектов нет нигде. Наше отделение выросло из эндоскопического кабинета, который впервые в нашей больнице появился в 88-89 году. Служба постепенно росла, работало два врача. И 10 лет назад, 2 февраля 2003 года, в нашей больнице было открыто эндоскопическое отделение. За эти годы мы обросли новой аппаратурой, инструментами, конечно же, новыми технологиями. Но самое главное, за эти годы у нас формировался коллектив. Коллектив сплоченный, работоспособный, где работают профессионалы. К слову, о профессионалах из 20 человек, что сейчас работают в эндоскопии. Большинство здесь не только с момента открытия отделения, а с момента открытия кабинета. А главным и очень приятным подарком службе к юбилею, улыбаются врачи, стало приобретение инструментов. Впервые за много лет они получили его столько, сколько необходимо для работы. Ирина Потехина, Григорий Куроптев, новости нашего города. Ушел из жизни российский композитор Оскар Фельсман. До своего 92-х летия он не дожил две недели. Оскар Фельсман был примером для музыкантов. Его песни исполняли лучшие артисты отечественной эстрады от Утесова до Магомаева и Пьехи. Среди известных композиций, любимых уже не одним поколением, знаменитые «Ландыши» или «На тебе сошелся клином белый свет». А всем ноябрьцам особенно близка песня о нашем городе, которая так и называется «В городе Ноябрьске». Ее исполнила Валентина Толкунова. К слову, сам композитор не раз бывал в нашем городе. Эти кадры 1995 года. 12 лет колонии строгого режима. Такой приговор вынес городской суд одному из жителей города. Преступление, в котором он обвиняется, было совершено в августе 2012 года. Тогда в результате ножевых ранений скончался молодой мужчина. И что особенно страшно, смертельные удары погибшему, по информации прокуратуры, нанес родной брат. Линия защиты строилась следующим образом. Они пытались свести действия подсудимого к превышениям пределов необходимой обороны. Вместе с тем, стороне обвинения удалось доказать, что причине смерти носило умышленный характер. В связи с чем был вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А в пятницу вечером на улице изыскателей произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил девушку. К месту происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции и скорая, но их помощь не потребовалась. Пострадавшая жительница Ноябрьска от госпитализации отказалась. Пешеходов будут освидетельствовать на алкогольное опьянение. Полиция получит право отправлять на медицинское освидетельствование по подозрению в алкогольном опьянении граждан, задержанных за административное правонарушение. При этом согласен человек пройти тест или нет, значения не имеет. Если откажется, это соответствующим образом будет зафиксировано в протоколе и будет учитываться судом как отягчающее вину обстоятельства. Все это прописано в проекте федерального закона и поправке в Кодекс об административных правонарушениях, который подготовило Министерство внутренних дел России. Его текст размещен на официальном сайте МВД для проведения общественной экспертизы. Министерство внутренних дел округа отыскало загадочного начальника полиции. Так представился герой скандального ролика, попавшего в сеть интернет. На этих кадрах видно, что мужчина, скорее всего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направо и налево разбрасывается матерными словами в адрес окружающих и позиционирует себя не иначе, как руководителем ведомства. Оказалось, что это никто иной, как начальник Пангодинского поселкового отделения полиции Надымского района. Пресс-служба окружного управления МВД сообщает, что из органов внутренних дел мужчина был уволен. Кроме того, в отношении него заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Сообщается, что к ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители. Далее в программе блок спортивных новостей. В минувшие выходные мини-футбольный клуб «Газпромнефть» провел в рамках первенства России среди любительских коллективов очередные два матча. На этот раз в гости к ноябрьцам приехал нефтьюганский «Спартак», занимающий на сегодняшний день последнее место в турнирной таблице. Однако игры получились непредсказуемыми. В первой встрече «Оутсайдер» дал хозяевам настоящий бой. Молодая, перспективная команда югорчан играла вдохновенно, а вот ноябрьцы, наоборот, казались немного тяжеловатыми. В итоге первый тайм прошел в равной борьбе и завершился в ничью 2-2. Вторая половина встречи началась с того, что «Спартаковцы» вышли вперед 3-2. Мало того, после этого нефтьюганцы трижды убегали на свидание с голкипером хозяев, но Дмитрий Кузьменко отворил в рамке чудеса. В ответ «Газпромнефть» взвинтила темп до предела и плотно насела на оборонительные редуты гостей. Но только за девять минут до финального свистка капитан команды Кирилл Твердов уравнял счет 3-3. Концовка встречи получилась событийной. Почувствовав, что они могут отобрать очки у лидера, «Спартаковцы» заиграли с особым усердием и оборонялись как могли. К счастью для местной торсиды, ноябрьцы все же сумели спасти игру. За четыре минуты до завершения встречи Дмитрий Большаков клестким ударом со средней дистанции вывел свою команду вперед. А вскоре он же забил вновь. 5-3. И болельщики вздохнули с облегчением. Но финальную точку в этом поединке поставил Игорь Горлин. 6-3. Тяжелая, но очень нужная победа. Если не по результату, по игре, то у меня претензий к игрокам нету, потому что, во-первых, им еще всем 17-16 лет, у них все большие победы, я думаю, будут впереди. Но в плане самоотдачи, в плане показанной игры, мне понравилось, я полностью удовлетворен. Будете ли вносить какие-то коррективы на завтрашнюю игру? Конечно. Проанализируем игру противника и несем коррективы. Вторая встреча прошла уже не так увлекательно, как первая. «Газпромнефть» провела работу над ошибками и с первых же минут взяла ход матча под свой строгий контроль. Хозяева доминировали на площадке с первой до последней минуты и добились крупной и убедительной победы. 10-1. Вчера разобрали все ошибки в игре. Просто очень тяжело играть. Мы играем восьмую игру за 12 дней. Сейчас очень тяжелый график, поэтому все устали непросто. Ну, вчера через «Не могу» выиграли. А сегодня собрались, убрали ошибки, не прессинговали их, играли на своей. Из-за этого так все получилось. В целом, игрой команды ты, как вратарь, доволен? Да, очень. Отыграли в защите идеально. Вчера и сегодня. Ну, просто немного было ошибок. Ну, ничего страшного, мы все исправлялись сами. После этих двух побед «Газпромнефть» вышла на чистое первое место. А свои следующие игры «Нефтяники» проведут на домашней арене 23 и 24 февраля с очень грозным соперником – Хантамансийской «Югрой». Алексей Попов, Артур Кабаневский, Григорий Куроптев, Виталий Харченко. Новости нашего города. Сказочный герой Емеля – символ наступившего года змея и любимый детворой смешарики. Вот такие зимние фантазии появились на территории детского сада «Ромашка». И что интересно, вся красота выполнена из подручных материалов. И это в основном снег, которого на севере хоть отбавляй. Зимними фантазиями любовалась Ольга Попова. Мальчишки и девчонки из детского сада «Ромашка», а это 95 человек, прогулку ждут с нетерпением. И как не хотеть на улицу, когда гуляешь, словно по сказочному царству. Здесь и Емеля на печи, и паровозик из «Ромашкова», и смешарики, и много других любимых детворой персонажей. В полилетний период это у нас как песочница, а сегодня у нас старшеподготовительная группа – это как метеостанция. Дети изучают направление движения ветра. В младшей группе – это обыгрывание построек для игр и метаний, попаданий в цель. Вот таким образом мы малую архитектурную форму преображаем в зимние сказочные фигуры. Педагоги, родители и, конечно, сами дети. Красоту из снега создавали все вместе. Для этого стройматериал начали собирать еще с ноября. Копали, очищали, строили. Мне понравилось разрисовать красками на снегу фигуру змеи. Она получилась как настоящая. У каждой группы, а в саду их четыре, своя оформленная территория. Педагоги детского сада уверены, если с фантазией все в порядке и есть желание, прогулку в любое время года можно сделать интересной и познавательной. К примеру, с помощью таких отпечаток. Наши педагоги разработали символику, которую родители помогли воплотить и реализовать в жизни. Сегодня вы видите, для реализации таких творческих и оформительных способностей работы детей на участке, дети заинтересованы, активно это воплощают все в жизнь. Для украшения зимнего участка мы использовали цветные льдинки, замораживали цветную воду в различных формочках. Создавая эти зимние фантазии, воспитатели реализуют мини-проекты по подготовке территории к зимним играм. А дети тем временем приобщаются к труду, активно двигаются, дышат свежим воздухом, веселятся и к тому же учатся любить природу. Зимой птицам очень трудно искать себе пищу, поэтому мы о них заботимся и принесли им красивые кормушки. И принесли им покушать сало, семечки и зерна. К нам прилетают покушать воробьи, снегири, ой, соловьи, ой, воробьи, синички. И даже один раз прилетал снегирь. Ольга Попова, Виталий Харченко, новости нашего города. В городском отделе ЗАГС в субботу торжественно регистрировали двойняшек. Такие церемонии в ноябрьске заказывают не часто. В этом году это первое. Но проводить их всегда почетно и приятно, говорят сотрудники ЗАГСа. Поэтому каждый раз здесь стараются по такому случаю подготовить настоящий праздник. Вот и в субботу по детские песни звучали в адрес братьев Владимира и Виктора Гончаровых добрые слова поздравлений и пожеланий. После чего и были сделаны записи о регистрации фактов о рождении малышей. А их родители получили первый государственный документ своих детей, свидетельство о рождении, а также памятные медали и многочисленные подарки от родных, друзей и близких. Родителям желали всего самого хорошего и доброго, а их детям вырасти здоровыми, красивыми и умными. На этой неделе издательский дом «Благовест» празднует юбилей. Наш медиахолдинг пересек 20-летний рубеж плодотворной работы. В честь большого события служба рекламы «Благовеста» подготовила для своих клиентов подарок. Уважаемые рекламодатели и жители города, 5 февраля издательскому дому «Благовест» исполняется 20 лет. 20 лет успешной работы и творческих побед. В честь данного события при размещении объявлений и рекламы каждому входящему клиенту до 20% в подарок. Ждем вас по адресу проспект Мира, дом 78В. Подробности по телефону 320-333-320-777. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 5 февраля в Саликарте небольшой снег. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Температура минус 20 градусов. В Муравленко слабая облачность. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура 18 градусов ниже нуля. В Ноябрьске без осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура минус 19 градусов.